А всем привет, с вами Бремтим, и у нас новый видеоролик, касаемый зимней тематики, это зимний спиннинг, то есть очень интересный видеоролик будет, надеюсь на это. И я сейчас расскажу, что такое зимний спиннинг, своими словами, для чего он нужен и какие утилки для этого бывают. Маленькое отступление, позже будет видеоролик про обычные зимние удочки, и вот как раз таки суть. Зимняя ловля, как правило, идёт подо льдом, на мормышку и приманку мотыль, и используются вот такие небольшие удочки, и сигнализатор поклёвки это сторожок, либо кивок, все его называют по-разному. Суть его, что когда рыба клюёт, он начинает подёргивание, мы подсекаем и вываживаем. И по сути зимой спиннинга касается то же самое, но есть утилки для тяжёлых приманок, которые как раз таки не требуют кивка. И сейчас я вам расскажу об этом. То есть спиннинги бывают кивочные и бескивочные. Начнём, наверное, с тех, которым кивок нужен, и перейдём к тем, которым не нужен. Первый, наверное, возьмём, это вот такую советскую удилку. То есть она очень старая, это удильник Кристининого дедушки. Опять-таки, суть работы. Сейчас всё объясним. Удилка представляет из себя рукоять, катушку с флажковым стопором, твёрдое тело хвоста, то есть он виниловый, но он довольно твёрдый. И сюда мы ставим вот такой вот сторожок. И опять-таки, начинаем взмах, сторожок у нас уходит. И когда здесь у нас есть приманка, и рыбы её хватает на дне, то у нас сторожок делает примерно вот это. И всё, и уволит. То есть загиб, это как летом фидер, это означает, что рыба засеклась. Нам нужно сделать просечку, то есть дополнительно максимально пробить губу, особенно если это судак. И всё, и мы вываживаем либо за леску, либо вываживаем при помощи катушки. Это максимально простое, я считаю, устройство. То есть этот вид ловли уже доказан на протяжении очень-очень многих лет. И не сживает себя по сей день. Убираем в сторону. Далее. По сути, такой же принцип, только это уже более тяжёлая удилка с более тяжёлой катушкой. Я использую эту удилку для ловли судака. То есть судак на тюльку, либо на какие-то тяжёлые приманки. Суть действия. Сейчас также всё объясню. У нас есть рукоять, даже с катушкой-держателем, с гайкой. Мы фиксируем катушку, которая по принципу летней работает. У нас есть выдвижной хлыст, который, как прошлый, не сгибается. Это прям кол. Это исключительно судаковая палка, потому что я не знаю для другой рыбы, зачем такой кол иметь. Стоит у меня здесь вот такой вот внушительных размеров сторожок. То есть, чтобы было видно. Пружинчатый. Вот с таким вот телом. Опять-таки, опускаем. Здесь у меня даже поводок стальной висит. Надо будет переделать на флюрик. Мы также играем либо тюлькой, либо чем происходит поклёвка. И то же самое. Тоже так же просекаем. Принцип тот же. Но устройство уже у делки немного другое. Телескопическое. Если думать, что лучше, то здесь я думаю, просто кому как удобнее. Потому что что та удилка, что эта, будут так же эффективно ловить, если рыба есть. Если рыбы где-то нет, то можно купить удилку и за 100 тысяч. И она не сможет поймать вам рыбу. Далее идут удилки без кивковые, но мягкие. Вот этот ультравайтовый спиннинг зимний я собрал сам. Какая-то рукоятка, либо пластмасска какая-то была. Изолентый. Грубо, по-мужицки. Сюда зафиксирована катушка. И кивертип от фидера. Красный, даже немножко жестковатый. Но что мне понравилось? Что это получилась офигительная поролка на окуне. То есть, окуню не надо сильно пробивать губу. И удилка может согнуться вот так вот. И она не сломается. Я её так гну года два уже, наверное. И зимой, и везде. То есть, очень эффективно получилось так, что у меня здесь карабинчик. Вот цепляю за первое кольцо. И получается вот, что когда мы делаем взмахи балансиром, у нас хлыст удилки также деформируется. И мы можем видеть поклёвки. И следовательно, когда будет поклёвка, будет вот такое вот. То есть, это уже по принципу фидера. То есть, мы опираемся на хлыст. Скажу, что даже есть такие удилки в продаже. От Лаки Джона. Лаки Джон. А вот название вспомнить. Перч. Перч вроде бы. Ну, то, что перч с английского в окунь. Вроде бы Лаки Джон Перч. Она также длинная. И её вообще согнуть можно чуть ли не в бублик. И она не ломается. Далее, наверное, также скажу о своей самоделке. Также на окуне. Но это уже такая блеснилочка больше. Суть. Это был хлыст от удилища поплавкового, 4-х метрового. Небольшая рукоять, сделанная из пробки. То есть, цельная пробка. И фиксация также при помощи изоленты. И засандалил сюда какую-то проволоку, чтобы цеплять карабин, либо приманку. И даже сам, без заводских условий, сделал телескопический хлыст. Также, чтобы и удлинять. И получалось как раз-таки вот такое вот колебательное движение. При поклёвке мы видели, как деформируется хлыст прямой. И бам! То есть, движение как раз-таки его очень будет грамотным в плане засечения. То есть, мы видим, что у нас получается, грубо говоря, скрипичный смычок. И это является таким признаком того, что удилище работает нормально. Даже не будет было бы сказать нормально. То, что удилище работает так, как оно работать должно на засечке. Также делаю я это удилище, я не знаю, ручку дольше всего, наверное, полчаса где-то, пока резал, клеил. Сборка заняла минут 15. Попозже будет видеоролик о самодельных удилках. Убираем. Далее. Мягкая удилка, про которую я говорил, от компании Lucky John. Травл это. Травл, то, что можно его использовать в путешествиях. То, что он телескопический, может убираться. То есть, занимает мало места. Это травл хард. То есть, видите, как сгибается, это самый жесткий. Лайтовый, мягкий. Он вообще может согнуться в соплю. Здесь рукоятка из Эва. Такие просто фиксаторы. Катушка-держателя. Катушка, леска. Пропускные кольца. И всё. То есть. Так же. Делаем взмахи. Удилка отыгрывает. Замечательно сгибается. И при подсечке так же. И вот опять-таки. Мы видим фигуру смычка. То есть. Как работает на засечке. Всё эффективно. Всё замечательно. Стоимость, кстати. Что касается стоимости. Советская удилка уже не знаю, сколько стоит. Самоделки могут... Ну, про самоделки будет в ролике про самоделки. А вот телескопическое вот это вот. Катушка 110 такая. И сама удилка, наверное, 170. Здесь катушка 60 рублей. А сама удилка 450. Ну, Lucky John, что вы хотите. Далее. Basefish Aspoo 50. Aspoo 50. Длина 50 сантиметров вместе с хлыстом. И в чём прикол. Можно использовать как зимний фидер. Но, думаю, будет менее результативно. Его основная фишка в том, что у него сменные хлысты. И как раз-таки можно использовать удилку на разных приманках. От лёгких до тяжёлых. Катушка также фиксируется при помощи гайки. Здесь у нас эво, здесь пробка. И вот такой вот тубус идёт в комплекте. Тубус в тубусе три хлыста. С-тест, наверное, Strong. Так, Small. Small, меньший тест. White, средний тест. Нет. По-другому здесь всё. Small, меньший тест. Medium, средний тест. И Large, большой тест. То есть, вот, мы можем увидеть, что как гнётся это, как сгибается это, и то, что это вообще ни хрена не сгибается. Сейчас продемонстрирую здесь. Удилка в сборе стоит порядка... Ну вот. Удилка с тубусом, имею в виду, что-то 240 рублей. То есть, такая хорошая удилка, то есть, вот, мы можем играющий кончик повесить, который будет прям показывать нам проклёвки. Либо, если прям больные люди рыбачим на какой-то там свинец, на тяжёлый джиг с тюлькой, можем вешать либо средний тест, либо вообще поставить тест тяжёлый. То есть, это будет уже прям, ну, судаковый кол почти. Также пропускаем леску и отыгрываем. Также удилка, думаю, что вполне заслуживает внимания. Сейчас уберу сразу хлысты. И перейдём, наверное, к моему самому любимому зимнему спиннингу. Семидесятка Пауэр. Судаковый спиннинг вот такого вот большого размера, то есть, у него 70 сантиметров длина. Вот это вся моя рука. Рукояти, тело ЭВА. Катушка-держатель. Катушка у меня здесь мультипликаторная. Не знаю, зачем поставлю, но мне с мультипликатор какой-то понравился. И также отдельно хлыст идёт, который также бескивковый. У него, кстати, в комплекте идёт два хлыста и другой. У него здесь кольца нет, можно ставить кивок. И, то есть, она отыгрывает, но вот. То есть, дальше, ну, можно ещё согнуть, но чтобы не повредить удилище, дальше не буду. То есть, либо используем как кастинговую палку, сгибаем в обратную сторону. И прям при поклёвке очень отдаёт вот сюда. То есть, я делаю, я прям в рукояти чувствую. И на поклёвку здесь нужно опираться на ощущение и на поведение хлыста. Оговорка. Такие тяжёлые спиннинги нужны только для течения. Если где-то вы на Болге, на Каме, на вот таких вот быстрых реках, вы бачите на глубине метров 15, и у вас балансир или богатлинный под 40 грамм. То есть, даже не думайте ставить сюда балансир грамм 7, вот такой. Вы не почувствуете ни одну поклёвку. То есть, если его сразу возьмёт сюда, в рот, и потянет вниз, это да, это вы учувствуете. Но осторожной поклёвки нет. Поэтому, также такой спиннинг рекомендую конкретно для тяжёлых условий. Потому что на них он себя показывает более чем эффективно и замечательно. Вот такой вот у нас обзор в 15 минут вышел. Обозревали мы с вами сейчас зимние спиннинги, какие они бывают. Два вида кивковые и бескивковые. Наверное, вот сюда сейчас под конец вставлю пару фоток ещё, какие бывают зимние спиннинги. Посмотрели мы их с вами. Цены их, конечно, разнятся. То есть, самый дорогой у меня это Фиттравл, который 450 рублей и катушка 50. То есть, 500 рублей. А вот этот спиннинг 260. То есть, просто потому что это ноунейм. Но здесь катушка зато ещё 200 рублей. Так что стоимость их примерно одинаковая. Будет скоро видеоролик по самодельным удилкам. Как их делать, из чего делать, где брать материалы и во сколько это выходит. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте обратную связь. С вами был Брим Тим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok